Здравствуйте! В прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. Сегодня в программе. Продолжение следует... Мобилизованные от Карачаева Черкесии в настоящее время проходят дополнительную подготовку в воинских частях во Владикавказе и Моздоке. В ближайшие дни им предстоит отправиться для участия в специальной спецоперации и защиты мирного населения новых регионов России. Накануне отъезда военнослужащих посетил глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Подробности у Артура Мхце. Тяжело в учении, легко в бою. Это в полной мере подходит и к военнослужащим из Карачаева Черкесии. Одни занятия сменяются другими, все действия должны быть отработаны до автоматизма. Совсем скоро им предстоит отправка для участия в специальной операции и защиты мирного населения новых регионов России. Накануне отъезда воинскую часть Северной Осетии в сопровождении руководителя этого региона Сергея Миняйла посетил глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. С каждой семьей будет связь, либо кто с какого села, аула, города, все местные власти, они будут на контакте. Все, что зависит лично от меня, вот вы считаете, что я это сам лично беру на свой контроль и сам лично буду этими вопросами всеми, которые будут возникать в семье Украины. Это мне с Сергеем Ивановичем сейчас посоветовать, как уже там, куда вы прибудете, как там все, что необходимо и нужно именно для, вот я говорю, как глава Карачаева Черкесии, для тех ребят, которые из нашей республики. Несколько дней назад эти люди были просто земляками, жителями Карачаева Черкесии, у которых на поверхностный взгляд мало общего. Они пришли в республиканский военкомат. Кто-то добровольцами, другие по частичной мобилизации. Однако отправка в расположенные во Владикавказе и Моздоке воинские части их во многом изменила. Теперь они – настоящая команда, готовая к решению поставленных боевых задач. А иначе и быть не должно, что отметил и непосредственный командир. Никто назад заводить не хочет, только вперед. Постоянно спрашивают, когда мы поедем уже. На занятиях по боевой подготовке управляются с положительной стороны, стараются как практические навыки, так и теоретические впитать в себя. Что-то, если у кого-то не получается, постоянно подходят, спрашивают, просят повторить, если этого необходимо. Так, в целом, ребята молодцы, дисциплина у них достойная. Ребят стараются научить, кто не знает. Кто что-то подзабыл, стараются подсказать. Товарищество присутствует, конечно же, у нас. Без этого никуда. По вещам? По вещам, по имуществу, по обмунированию, все хорошо, все у нас есть. Встретили отлично. Мы были в шоке. Здесь каждый человек отслужил срочную службу и знает, кто такие офицеры. Ну, тут прям было все на высшем просто уровне. Такие впечатления, очень хорошие воспоминания. Потом уже влились, как говорится, вот, все, что здесь, в армейскую жизнь, да. На самом деле, все очень хорошо. У нас у всех дух боевой. Вы считаете, что самое главное еще команда? Конечно, команда у нас вообще боевая, мы вовсю готовы. Сегодня в парламенте Карачаево-Черкесии состоялась очередная 41-я сессия Народного собрания. Депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов, в том числе изменения в закон о главе Карачаева-Черкесии, о бюджете на плановый период и другие. О наиболее значимых и важных законопроектах смотрите подробности. На пленарном заседании внесены изменения в закон о главе Карачаева-Черкесии. Основные тезисы. Глава предоставляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги несовершеннолетних детей. На главу распространяются ограничения и запрет, установленные для членов правительства России. Статья, регулирующая полномочия, главы дополняются новыми нормами. Мы расширили полномочия главы республики в части того, что он вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащие исполнение своих обязанностей. Также, если в течение месяца, если они этого не сделают, он может и отрешить их от должности. Что касается бюджета, предлагается увеличить плановые назначения по налогам на полмиллиарда рублей. Общий объем доходов бюджета составил 40 миллиардов 300 миллионов рублей. Учтены в полной мере социальная поддержка, увеличение заработной платы бюджетникам и лекарственное обеспечение населения. Кроме того, предусмотрен резерв средств на софинансирование федеральных законов о минимальном размере оплаты труда, о мероприятиях по реализации государственной социальной политики и закона об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Создан резерв на софинансирование публично-нормативных обязательств и реализацию указа президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Таким образом, общий объём расходов бюджета составил 42 миллиарда 61 миллион рублей. Дефицит остался без изменения и сохраняется на уровне 1 миллиард 758 рублей. В двух чтениях принят законопроект о приостановлении отдельных положений закона об инвесторах. Документ предусматривает меру господдержки для инвесторов в виде введения моратория на прекращение господдержки из-за неисполнения инвесторами условий соглашения в условиях санкционного давления. Мы в течение последних полугода рассматриваем уже третий законопроект, который именно идёт навстречу бизнесу, навстречу малому и среднему бизнесу предпринимателей, в какой-то степени даёт послабление. Мы принимали законопроект о льготах по основным средствам предпринимателей, которые задействованы в приоритетных и национальных проектах республики. В общем, сейчас всем тяжело, предпринимателям тоже тяжело, и правительство делает всё возможное для того, чтобы эту тяжесть как-то облегчить. Также депутаты внесли изменения в закон для уточнения порядка замены мирового судьи при прекращении или приостановлении его полномочий. Определён расчёт предельной величины среднедушевого дохода для основных социально-демографических групп населения. Установлен беззаявительный порядок перерасчёта ежемесячных выплат для детей от 3 до 7 лет. Всего парламентарии рассмотрели 16 законопроектов. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах с мокрым снегом, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 15-18. Температура ночью плюс 2-7, в горах минус 3-2, а днём 7-12, выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесске ночью и утром небольшой дождь, днём бессущественных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днём будут порывы до 15-18. Температура ночью 3-5, а днём 9-11 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боли. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. В третью школу станицы Зеленчукская приехали специалисты. Республиканского консультационного центра. Какие были рассмотрены вопросы коррекционными педагогами и насколько необходимы встречи с представленными специалистами, расскажет Альбина Ламкова. Сложности в воспитании детей во многом связаны с недостаточной компетентностью родителей. Несмотря на большое количество существующих на сегодняшний день педагогических пособий, они всё же не могут решить проблемы каждой конкретной семьи. Поэтому родителям необходима консультативная помощь специалистов. С этой целью и создан консультативный центр, обеспечивающий оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. А из-за того, что не во всех школах есть специалисты в получении психолого-педагогической помощи, образовательное учреждение номер 11 продолжает реализацию проекта «Современная школа». Специалисты практикуют не только консультации на месте, но и оказывают выездную помощь. Её необходимость актуальна, как показывает практика. Чтобы решить детские проблемы, иногда достаточно и необходимо проработать их с родителями, отметила методист консультационного центра Лариса Оленикова. К нам родители обращаются с такими вопросами, как адаптация к детскому саду, адаптация в школе, детско-родительские отношения. Хочется сказать, что первая встреча каждого специалиста не является последней. К любому специалисту родители могут обратиться по несколько раз с любыми вопросами, и все эти встречи у нас бесплатны. Организация коррекционно-педагогической помощи родителям строится на основе интеграции деятельностей специалистов – учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога и дефектолога. Проводимые консультации Центром образования 11 в Зеленчукском районе пользуются популярностью. К сожалению, у нас в районе нет таких специалистов, вот именно в станице Зеленчукской, психологов. И мало того, даже нет логопеда в данный момент. Поэтому встречи, я тоже мама, понимаете же, да, я как мама и как педагог, я считаю, что данные встречи нужны, потому что современные дети очень импульсивны, у них большая зависимость от гаджетов. Перед встречей со специалистами Центра образования 11 провели предварительную запись родителей со всего района и согласовали удобное время встречи. Вопросы и обращения самые разные. Начинает образование, отношения в семье и развитие речи детей в дошкольном учреждении. Третий ребёнок у меня, и уже вот нам в школу через год, но речь у нас ещё не до конца развита, так сказать. Не только главный звук «Р», который многие дети не выговаривают, но и многие другие звуки. Мы там захотели обратиться к логопеду в первую очередь, ну и, возможно, к психологу. Вообще сейчас наблюдается такая тенденция, что у детей, конечно, речь развита очень плохо. В садике это где-то процентов 30. Всего в проекте Центра образования 11 задействованы 10 специалистов-консультантов. Отбирали профессионалов стаж работы у каждого не менее 10 лет. Основная задача специалиста – пробудить и удержать у родителей и их детей интерес к совместной деятельности. Альбина Ламкова, Лебастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчугский район. Сегодня в Черкесске в Доме предпринимателя открылась рыбная ярмарка «Дари Камчатки» и будет она работать до конца недели. По традиции организаторы привезли в Карачаево-Черкесию разнообразную продукцию и красную икру. Светлана Шаганова расскажет подробнее. Осенью вместе с погодой за окном меняется и наш рацион. Рыба и морепродукты просто необходимы. Это источник витаминов, ценных омега-3 и омега-6. В преддверии холодов стоит укрепить иммунитет. И поможет в этом российская рыбка из богатых водных ресурсов Камчатского края. Лучшие деликатесы перед вами на прилавке. Царицу лососевых – это чавыча, кижуч, горбуша, и селедка, и скумбрия, и брюшки у нас. Все как обычно. Все для Черкесии и для Карачаево-Черкесии, которые мы очень-очень сильно любим. И всегда сюда приезжаем с удовольствием, привозим наисвежайшую рыбку и очень вкусную рыбку. На ярмарке вы найдете все самое вкусное и полезное. Здесь тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых – кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбица богата йодом. Наивкуснейший – палтус. Ну и как же без чавычи, семги, горбуши, киты и скумбрии. Большой выбор консервов. Украшение любого торжества – красная икра. Рассыпчатая, цельная, одним словом, настоящая. Свежая икра этого года. Очень вкусная, сухая, не жидкая, не водяная. Консервы у нас Камчатка. Мы не возим наши консервы, возим только Камчатка или Прибалтика, или Приморский край. Консервы тоже все вкусные, хорошие, с большим сроком. Приглашаем всех на нашу рыбную лавку. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8. Вход со стороны республиканской стоматологии. Мимо такой аппетитной рыбки пройти невозможно. Успейте до конца недели заглянуть в рыбную лавку. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сборная Карачаева, Черкесия успешно выступила на всероссийском турнире по джиу-джитсу. Так, Умар Анчоков, Исмаил Мамедов, Эльдар Бачоров и Амир Хабичев завоевали золотые медали. Отметим, тренирует спортсменов Александр Пападопулас. Также среди взрослых серебряным призером стал спортсмен из Карачаева, Черкесии Амир Шевхужев. Тренером спортсмена является Рустам Кемрюгов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Художник». Всего доброго.